Мои золотые, я рад вас всех приветствовать. Ну что ж, мы начнем серию новых разборов на турнир UFC Fight Night. Напоминаю, что у нас на этой неделе идет набор в закрытый клуб. Соответственно, там публикуем скриншоты со ставками. Причем там и на футбольщик иногда залетают ребята и на бокс, и делятся своим мнением. То есть максимально вот такая полезная, скажем так, площадка. Скидывают скриншоты, соответственно, я скидываю свои скриншоты. Я уже выкладывал в своем телеграм-канале. Да, ссылка, кстати, в описании в закрепе. Можете зайти посмотреть, кому интересно. Там забирали пацаны боксерский поединок. Гарсию за КФ-6. Причем ребята там нормально так подняли. Также и на футбольщик там выкладывали. Некоторые скрины, которые тоже заходили там с коэффициентом 1,9. Ну, в общем, много полезной инфы будет в телеге. Вот, соответственно, также скриншоты со ставками, обучающие видеокурсы. С максимально подробной информацией о том, как разбирать поединки. На какие аспекты смотреть. Я на самом деле давно хотел сделать. Вот такой просто полезный продукт для людей, чтобы люди, которые, возможно, самим интересно там разбирать какие-то дополнительные промоушены, чтобы они понимали, как это делать. Вот, поэтому вся подробная информация будет находиться в моем телеграм-канале. Если хотите заскакивать к нам в наш клуб, да, то, соответственно, переходите в мою телегу. И там, соответственно, читайте посты. Ссылка, еще раз напоминаю, на телеграм-канал в описании и в закрепе. В общем, в следующем выпуске мы поговорим об интересном противостоянии. Это все-главное событие турнира UFC Fight Night. Хуаким Бакли против Нур Султона Рузи Боева. Кстати, да, ребят, забыл напомнить, что Фонбет дает бонус 17 штук. Если он вам, конечно же, нужен, то ссылка в описании в закрепе. Переходите, регистрируйтесь. Соответственно, косарик на счет закидывайте. Автоматически бонус приходит вам в течение нескольких секунд. Если вам этот бонус нужен, то забирайте. В общем, как всегда, мы, соответственно, поговорим о бойцах. Разберем их в бойцовский карьеру и, конечно же, будем искать варианты для сталка. Так, погнали. Что касается Хуакина Бакли. На чем с этого спортсмена? В общем, выступал он во многих промоушенах. Бился и в Белатере. К сожалению, для него дела сложились не лучшим образом. Проигрывал он таким бойцам, как Логан Сторли. Но надо напомнить, что это топовый белаторский боец. После этого выступил дважды в ЛФ, одержал победу. И, соответственно, подписали его в промоушен UFC, где он в дебюте встретился против Кевина Холланда. Проиграл тому нокаутом. Дальше сам финишировал очень ярко импу Касанганая, который сейчас, кстати, является бойцом промоушена PFL. И, кстати, вы знаете, вот там, конечно, Касанганай очень серьезно, так, не на шутку, разошелся. Очень крутые поединки показывают. Красавчик, молодец. Один из его крайних боев он против, ай, забыл, как его фамилия, против чемпиона Белатера. Очень достойное выступление. Показал, шел каким-то лютейшим андердогом, там, за шестерку чуть не удосрочил своего оппонента. И в конечном итоге, ну, раздельным, по-моему, решением он все-таки проиграл. Ну, там, справедливо проиграл, да, вопросов нет. В общем, после того, как Бакли победил Касанганая, получил бонус 50 штук. Хайлайты того поединка облетели весь интернет. Дальше Райта финишировал, после этого встретился против Дики Рико. Казалось бы, что Бакли должен сделать все красиво, но пропустил Хайки, улетел в нокаут. После этого прошел Аройру. Был крутейший, такой жесткий, хороший поединок против Алихасана, которого он выиграл. Дальше прошел Дураева досрочно. Кстати, я делал разборный этот поединок. Можете его на YouTube-канале посмотреть, кому интересно. После этого, соответственно, проиграл Имабову. Причем, ну, скажем так, в близком таком конкурентном поединке. Дальше улетел в нокаут от Криса Кертиса. Но мы знаем, что Кертис это довольно-таки жесткий типочек, скажем так. Тогда, ну и сейчас Бакли идет на серии с трех побед подряд. Фиалио финишировал, прошел Алекса Марона, хорошего средника. И в своем крайнем поединке победил топового бойца Десенте Люке досрочно. Но, опять же, необходимо подчеркнуть, что тогда Люке на тот поединок вышел не совсем, скажем так, здоровым. Почему? Потому что у него было только внутреннее кровоизлияние, по-моему, да. И, ну, это довольно-таки серьезно. Но почему-то Люке решил выйти подраться. Не знаю, может быть, нужны были деньги. Всякое бывает. В общем, что касается бойцовских качеств Бакли. Опять же, Бакли это универсал, который может и побороться, иметь неплохую защиту от тейкдаунов, что он нам продемонстрировал, да, в своих поединках. Хорошая ударная техника, хороший футворк, хороший тайминг, хорошая скорость на руках, комбинационная работа руки-ноги, да, то есть, боец не стоящий, боец плотно бьющий и много бьющий. Из его минусов, ну, конечно же, это его пробитость. То есть, бойцы, у которых есть нокаутирующая мощь, частенько, ну, как частенько, зачастую, скажем так, да, финишируют Бакли. То есть, опять же, если мы вспомним, то, ну, Декирико, там, наверное, больше случайность сыграла роль. Хотя и Мамо, в принципе, тоже неплохо по Бакли попадал, но финишировать его так и не смог. Ну, Крис Кертис, да, мы знаем, что этот чувак, лютейший нокаутер, он много нокаутировал в UFC, потрясал, нокаутировал, да, то есть, довольно-таки, да, серьезный такой, скажем так, панчер. Вот пробитость, конечно же, у Бакли есть. Ну, а так, в принципе, хороший универсал, который входит в топ-15. Так, переходим к его оппоненту, это Нур Султон. Рузи Боев, боец, который, соответственно, тоже бился во многих промоушенах. Валаш Прайд выступал, кстати, дебютировал именно в этот промоушен. ВСБ тоже выступал, в WFC. ВСБ проигрывал таким бойцам, как Додонов, это, кстати, чемпион хардкора, а сейчас, по-моему, если не ошибаюсь, Додонов дерется, ну, я имею в виду хардкор-файтинг, чемпионшем, вот этот вот ютубовский промоушен, скажем так, назовем его, да. Причем проигрывал по решению судей, по-моему. Было у него поражение от Мирошниченко, где, ну, скажу так, что у Рузи Боева были очень серьезные проблемы, там, в первом раунде, конечно, он очень серьезно, очень серьезные трудности, скажем так, пережил, устал по функционалу, кстати, тогда он добился в 77 килограмм, ну, и по факту, да, действительно, ну, проиграл, проиграл, всякое бывает. После этого подрался в Brave FC, одержал победу, OpenFC тоже выиграл, ну, в 2023 году, то есть, соответственно, в том году его подписали в UFC. UFC встретился против Бруно Феррейра, шел он дердогом за 2,8, одержал победу досрочно в первом раунде нокаутом, причем очень жестким нокаутом, ну, и свой крайний поединок провел против Седрика Думаса, финишировал в того в первом раунде под занавес первого раунда. Но, опять же, финиш был таков, что, ну, поединок был близковатый, да, конечно, Рузи Боев там чуть получше смотрелся в стойке, но, опять же, необходимо понимать, что Рузи Боев в моменте, когда бойцы решили немножко подзакуситься и подразмениваться, да, Рузи Боев нанес, то есть, выкинул руку и нанес, запрещенный, запрещенное техническое действие, тычок пальцем в глаз, где Думас сразу же начал показывать рефери о том, что мне ткнули, ну, там действительно, да, хорошо прям палец зашел, вот, и, соответственно, судья не увидел этого момента и говорит, все, продолжайте, ну, и пошел Рузи Боев как бы продолжать, да, и там уже Думас, ну, просто сам, ну, опять же, он не был потрясен, но по виду было, что, ну, просто он уже не хотел продолжать бой, потому что несправедливость он увидел со стороны судейского корпуса, скажем так. В общем, две досрочные победы Рузи Боеву. Что касается его бойцовских качеств, необходимо подчеркнуть, что, опять же, с Бруно Феррерой был поединок 83, с Думасом тоже 83-84 килограмма, да, сейчас Рузи Боев опять спускается в 77, то есть 83, он уже довольно-таки долго выступал, там, 5-7, возможно, лет, да, и не сгонял до 77, здесь решил, что, ну, надо выступить, скажем так, да, в полусреднем, почему бы и нет, ну, результат мы посмотрим непосредственно после поединка. Опять же, по функционалу, если поединок затягивается, мне кажется, что у Рузи Боева по функционалу могут сложиться проблемы, плюс, опять же, вот эта вот весогонка дополнительно там скинуть, сколько получается, там, 3-7 килограмм, я думаю, что это дополнительно негативно может сказаться по его функционалу. Опять же, нокаутирующая мощь есть, да, серийная работа, она, конечно, не развита до какого-то серьезного, прям, такого уровня, да, ну, больше, вот он, Рузи Боев, он больше, по крайней мере, то, что я видел конкретно в UFC, он больше ходит, старается работать вторым номером, где-то поджимая, да, и вот одиночными ударами старается либо потрясти своего оппонента, либо нанести им какой-то ущерб. Что касается борьбы, то, в принципе, его можно перевести, можно его поконтролировать, но, опять же, скажем так, все это работает довольно-таки на, ну, на таком, на среднем уровне, и, опять же, сможет ли Бакли здесь перевести, ну, об этом мы поговорим уже непосредственно в самом прогнозе. Так, что касается, значит, по кардио, по ударке, сказали, по борьбе тоже определились, ну, и давайте приступать к заключительному этапу нашего разбора, это прогнозный этот поединок, взглянем сейчас на коэффициенты, соответственно, у нас Бакли идет фаворитом за небольшой кэф, один там, и 7, Нурсултон идет андердогом 2,10, 2,15, опять же, кэф и, скорее всего, будет варьироваться. Давайте проближимся, да, по ключевым аспектам. Ударка, борьба, кардио и оппозиция. В плане оппозиции, не вижу смысла тут что-то долго рассказывать, да, естественно, Бакли является фаворитом в этом аспекте, в процентном соотношении, ну, я бы сказал, 65, наверное, на 35. Что касается кардио, то и здесь я считаю, что Бакли фаворит, потому что мы видели его в максимально плотных, жестких, затяжных поединках, где Бакли смотрелся довольно-таки неплохо по функционалу, это было и против Альхасана, да, там темп был высочайший, просто запредельный, это было в поединке против Дураева, ну, я имею в виду вот эти затяжные бои, да, это было в поединке против Насурдина и Малова, ну, то есть функционал у него хороший. Что с функционалом у Нур Султона, здесь, конечно, вопрос, потому что, как я уже говорил, в старых боях, все-таки по функционалу он подседал, здесь потом поднялся 84, сейчас опять спускается 77. Риск, ну, предположить, что если поединок затянется, то у него, возможно, будут также проблемы по функционалу, поэтому 60 на 40 в пользу Бакли по кардио. Что касается борьбы, то я бы здесь поставил 50 на 50, но с преимуществом в сторону Бакли, потому что он все-таки базовый борец. Бакли является пониже ростом, нежели чем Нур Султон, соответственно, у него есть хорошая опция на контратаке пробовать ловить Нур Султона и пробовать его переводить с отцепами, либо просто, да, проходом таким именно борцовским в ноги, в две ноги и переводить его, и, соответственно, там уже пробовать реализовать, ну, скажем так, довольно-таки неслабую свою сторону, потому что, напомню еще раз, что Бакли это базовый борчик, ребята. Он начинал свою карьеру вообще в спорте, именно с борьбы. Поэтому, возможно, он понимает, что в стойке крайне сложно оставить с оппонентом, и необходимо будет подключать борьбу, и эту опцию необходимо будет, как раз-таки над этой опцией необходимо будет работать в этом поединке. Поэтому, ну, опять же, да, я здесь поставлю 50 на 50, потому что, ну, с преимуществом небольшим Бакли, да, потому что все-таки он борец, но будет ли он бороться или нет, но в любом случае у него есть эта опция, то есть, именно по этому признаку я дам ему преимущество. Что касается ударной техники, что мы здесь видим? Бакли хорошо работает, серийно-комбинационно, может и ноги отбивать грамотно, да, и, соответственно, и с рук тоже накидывать, корпус голова, то есть, бокс у него действительно хороший. Что касается технической стороны Нур Султона, то я бы сказал, что все-таки он уступает Бакли, но, опять же, у него есть нокаутирующая мощь, а Бакли, ну, не до конца пробитый, но его можно потрясти, да, и вот это неприятный момент. Поэтому, именно с учетом этого, я здесь ставлю 50 на 50. Вот если бы не был Бакли пробит, я бы отдал бы ему преимущество в стойке. Но, поскольку есть у него эта опция, соответственно, соответственно, но, поставлю 50 на 50, без, скажем так, каких-то определенных дополнительных моментов, типа в сторону того или в сторону того. В общем, в этом поединке, опять же, я бы по-хорошему оставил бы его на лайф, потому что это все-главное событие, бой будет утром, и его можно будет прекрасно посмотреть. Если у Нур Султона не получится финишировать своего оппонента в первом раунде, то я думаю, что дальше по функционалу он будет уставать, а Бакли, скорее всего, будет взвинчивать темп, и благодаря чему? Благодаря этому, да, соответственно, забирать этот поединок. Либо же Нур Султон может финишировать в первом раунде, потому что свежий, потому что нокаутирующая мощь присутствует, потому что габариты действительно у Нур Султона такие существенные, он очень высокий парень, да, причем он умеет использовать свою антропометрию, но опять же, когда заканчивается бензин-функционал, то все твои сильные стороны, они превращаются в какие? Правильно, слабые. Поэтому я бы, конечно, по-хорошему оставил этот бой на лайф, и уже там бы посмотрел, что будет в первом раунде, если, соответственно, может быть, Нур Султон его подзаберет, всякое может быть, а может быть и нет, да, опять же, это все гадалочки, но опять же, если мы же здесь собрались все для чего? Чтобы услышать имя победителя. Если выбирать, вот прям, мне говорят, чувак, надо выбрать кого-то, я бы здесь притопил за бакли. Лучшая позиция, лучше кардио, есть дополнительная опция, может побороться, да, и не хуже в стойке, но та потрясти его можно. Вот это, конечно, минус его. Если бы, повторюсь еще раз, бакли был бы крепкий, его было бы крайне сложно потрясти, я бы сказал, что, ребята, 1.72, это прям охренительный коэффициент, забирайте его. Но в любом случае, еще раз повторюсь, если говорить о победителе, то я здесь за бакли. Я считаю, что те опции, которые я обозначил, должны ему поспособствовать, скажем так, в его победе. В общем, друзья, вот такое вот мое мнение, интересно послушать, что вы думаете, как всегда, свои мысли пишите в комментариях, подписочку на канал не забывайте делать, лайкосик обязательно по-братски прожмите, но я буду с вами попрощаться. Всем пока, хорошего дня.